На прошедшем заседании Городской Думы депутат Юрий Косецкий задал вопрос главе города о ремонте внутригородских дорог. Мы сегодня уточняем достаточно большие суммы на ремонт дорожной сети в городе. Уже июнь скоро закончится. Мы эти деньги успеем освоить до конца года. И хотелось бы конкретный перечень адресов объектов, которые мы будем ремонтировать. Будет ли это ямочный ремонт или все-таки капитальный? Глава города Александр Авдеев ответил, что вся необходимая информация о работах на дорогах в этом году размещена на сайте администрации. И мы решили ознакомиться с этой информацией, заодно проехав по проблемным местам. Сметы по этим работам давно готовы и сегодня состоялись аукционы. Согласно этим сметам мы выставили на аукцион. Самое страшное происходит потом. На тех площадках, которые называются московскими площадками, где разыгрывается аукцион, он вступает в борьбу, ну вот поймите меня правильно, у нас на территории города находятся три асфальтовых завода. То есть в принципе, а смета есть, мы получили деньги. Значит от заказчика что? Это принять правильно выполненные работы. То есть, чтобы они соответствовали качеству и чтобы деньги, которые были предложены, были все освоены. Так? Так. Вот это сейчас, вот имея три таких завода, конечно мы могли бы это сделать более качественно, более быстро и более грамотно. Почему? Потому что они находятся на нашей территории, нам это выгодно. Что сейчас происходит? На сегодняшний день аукционы ломают. То есть, состоялся аукцион, кому-то что-то не понравилось, грамотные юристы подбирают нормативно-правовую базу и отправляют документы в УФАС. На сегодняшний день у нас заморожена аукцион на 30 дней, один из аукционов. Я не могу переступить закон и принять какие-то свои действия. Я разговаривал с вице-губернатором, просил помощи. В смысле того, что более детально подходить к решению УФАС об отмене аукционов. Потому что каждая отмена аукциона влечет за собой отсрочку выполнения работы. К вопросу об аукционах, решающих судьбу города далеко за его пределами, глава города предложил депутатам выступить с законодательной инициативой перед Законодательным собранием Приморского края. О том, чтобы они проводились с учетом местных возможностей. Работы, которые должны быть выполнены на территории города Артема, расписаны детально. Где будет проводиться ямочный ремонт, где будет проводиться капитальный ремонт. Депутатам города Артема совместно с представителями управления жильеобеспечения, с управлением благоустройства создать комиссию и принимать и качество работ, и объемный работ, и смотреть финансовые документы. Это будет прозрачно. Если депутаты действительно смогут продвинуть свою законодательную инициативу, возможно, не придется на Думе задавать исторических вопросов. И как знать, может, пословица о главных российских бедах перестанет быть актуальной. Зоя Нестеренко, Денис Болтов, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Городские новости.